Привет, дорогие друзья, дорогие зрители, ну и чудо-комментаторы мое отдельное. Вам здравствуйте. Поговорим о Самуэле Адамяне, конечно же, Татьяне Васильевне и семье Адамян. Но первое, что я хочу сказать, это, конечно же, замаманы двойные стандарты. Все-таки любимка, он и в Африке любимка. Она готова Эдди купить дифирамбы 24 часа в сутки. Какой он молодец, какой он умница, целеустремленный, в жизни добивается того, чего хочет. Деньги умеет собрать, грамотно их вложить. Ну прям душечка, душечка Эдик. Ну а Самуэл, конечно же, на фоне Эдика очень меркнет. Ну кто такой Самуэл, всего лишь, да, кормилицы. Кто такой Эдик? Эдик это светило. Но первое, что хочется отметить, да, мама все время настолько им восхваляется. Мне хочется спросить у нее все время, Татьяна Васильевна, где бы был ваш Эдик без Ютуба? Что бы смог ваш Эдик без Ютуба? Чем бы вы тогда крыли? Чем бы вы тогда тыкали? Вот представим на секундочке, опа, и нет монетизации на канале. Или бах, и канал закрыт. И что тогда в реальной жизни сможет Эдик? Ведь все прекрасно знают и осознают, что без Ютуба Эдик ноль. Как и был до открытия своего канала. И опять-таки, даже его канал вылез на ком. Опять-таки, все на том же младшеньком братишке. Поэтому мама зря, мне кажется, все-таки так его восхваляет и воспевает в своих песнях этих ходах. Следующий момент, что точно так же, да, не было бы Ютуба, что бы было. Работала бы Гульнас, работал бы Эдик ее благополучно на стройке. И платил бы, конечно же, элементы старшей дочери с карточки. Гульнас, как это и было ранее. Поэтому, мама, ваш Эдик без Ютуба полный-полный ноль. И не было бы у него в жизни никогда ничего. Потому что, если он до этого ничего не сумел, то и далее его ждал бы такой же самый провал. Поэтому зря вы так вешаете, да, и поете такие ему дифирамбы. Следующее, что хочется отметить, это, конечно же, ролик с участием мамы, где она начала кричать о том, что вы не считаете, что я проглот. А Татьяна Васильевна, да что вы, никто так и не думал о вас, никто так и не считал. Это все ваш сын снимает с МВЛ и нам показывает. И жалуется на ваш сахар и на то, сколько вы жрете. Ведь если бы не Ютуб, если бы не ваш сынок, мы бы ни о чем не знали и не ведали. И не видели, сколько вы жрете и не знали, какой у вас сахар. Поэтому винить вам нужно не зрителей Ютуба, а именно собственное чадо. Далее, да, ребята, мама в агонии, как всегда, а сына снимает. Вот я смотрю на это все, да, она разошлась и конкретно работает над контентом сына. Своей хлеб с маслом и своей кровной она отрабатывает на 100%. Ведь обратите внимание, когда Самвел бьет себя пяткой в грудь и кричит о том, что он просто снимает маму, хотя у него нет на ней таких просмотров, он лукавит. Как раз-таки Татьяна Васильевна набирает максимальное количество просмотров. Поэтому свой кусок хлеба она отрабатывает по полной. Там еще и бонусы остаются. Но представляете, шок мамы. Бонусы зарабатывает она, а уходят они прямиком до Коленьки. Поэтому понятно, да, ее огонь и вот эти нервные конвульсии. И опять-таки, да, но все равно законы вселенной существуют. Как бы ты ее ни гнобил, в каком бы то свете ее ни уставлял, какой бы ты на ней ни пилил контент, все возвращается. Ведь обратите внимание, вокруг Самвелла, по большому счету, пустыня. Все люди, приходящие в его жизнь, приходят с какой-то определенной целью. Нет искренних и настоящих друзей. Возле него, да, возьмем Пупсика. Пупсик полностью купленный персонаж Самвелла. Точно так же, как и Сытники. Все это проплачено, да, и настоящей дружбы нет. И обратите внимание, в последних видео Коля уже возомнил себя маленьким царьком. Уже у него корона, уже он, да, с кормильцем огрызается, уже не заглядывает голодными глазами ему в рот и не поет под его требования, скажем так, да, под его сценарий. Поэтому долго ли это все продлится, будет очень интересно посмотреть. Далее, ребята, да, меня поразил тот момент, как Татьяна Васильевна начала осуждать людей, которые бросают детей там на бабушек, да, либо просто бросают. И вот здесь у меня возник вопрос. Я поняла, что это все было в адрес Светы Сытник, да, что она кинула Колю на бабушку. Здесь у меня возник вопрос. Мама, вам что, своего не видно? Ваш сын просто кинул свою старшую дочь. Кстати, так же, как и вы. Вы от нее благополучно отказались, открестились и даже не поддерживаете с ней никаких отношений. Вот как при этом при всем можно осуждать кого-то, а своего 100% не видно? Далее, да, это был удар под дых, ниже пояса, когда СМВЛ сообщил Татьяне Васильевне, что Коля будет покупать квартиру. И вот там, ребята, маму понесло. Вот он такое ощущение, решил ее добить и поднять ей капитально сахар. Как она, как будет покупать? За что? Правильный, мама, у вас поставленный вопрос. Конечно же, за ваши деньги. За те деньги, которые вы благополучно приносите своему сыну. Поэтому очень уместный вопрос, и все вы правильно понимаете. Мама начала истерить, предъявляет СМВЛ, что ранее он рассказывал о том, что у Коли маленький доход и где он взял деньги. По факту, да, доход действительно маленький, но относительно. То есть, его реальный доход это 3-4 тысячи долларов. Но, опять-таки, не забывайте, кредит за машину якобы, плюс его образ жизни, то есть, ему денег как раз-таки впритык хватает на свою жизнь. Коля любит пустить пыль в глаза, плюс, опять-таки, топливо, да, в машину, коммуналка, съемное жилье. И плюс вот эти все капсулы, которые регулярно покупает Коля, это не считая покатушек, гулик и тому подобное. Поэтому денег у него явно в большой-большой притык. И тут действительно вопрос, откуда деньги на двухкомнатную квартиру. Все прекрасно понимают, кто будет спонсор этой квартиры. И мама, конечно же, это понимает, поэтому ее бедную так начала телепать. Она настолько растерялась, кто видел этот ролик, поймут о чем. У нее бедные эмоции захлестнули, накрыли маму просто эти эмоции. Опять-таки, следующий удар ниже пояса был по поводу Эдика, где Эдик взял деньги на дом. Но это уже, знаете, ни в какие ворота не лезло. Это действительно Самвел решил просто нокаутировать собственную маму. И вот здесь у меня возник вопрос, как Самвел может трогать святое святыню за трону и поднять вопрос Эдика. Ну и, конечно же, тут же мама начала рассказывать, как Эдик бороздил просторы вселенной и сумел скопить, заработать себе на домишко. И тут же она не упускала тему Коленьки. То есть, ее это так взбудоражило, там уже даже Эдик отошел на второй план. Мама предъявила Самвелу его ложь. Буквально недавно, месяц назад, он ей сказал, что Коля зарабатывает мало с Ютуба. Откуда же квартира? То есть, маму прогребло, она уже не слышала ничего вокруг. Ее интересовали только конкретно доходы Коли и покупка недвижимости. То есть, представьте, Эдик домик всего лишь купил и теперь будет работать на этот дом. А Коленька сразу замахнулся на двухкомнатные апартаменты. И мама сразу сказала, что вот видишь, Коля молодец, он никому копейки не давал и сумел собрать себе на квартиру. А ты, конечно же, раздай срака. И вот здесь у меня возник вопрос. Если бы Самвел не был раздай сракой, разве купил бы Эдик себе квартиру? Разве вы, Татьяна Васильевна, жили в таких условиях, если бы он не был раздай срака? Вот так это все, ребята, выглядит для меня. Далее мама, конечно же, начала засирать свою нацию. Рассказала, что армяне нормальные люди, они могут выпить, но не валяться. Как наши? Вот здесь у меня опять-таки возник вопрос. Татьяна Васильевна, почему же вы так гнобите собственную нацию? И откуда у вас такие познания, кто где валяется, а кто где не валяется? Ну вот как-то смешно. То есть она в своих хвалебных одах своей бывшей родне настолько воспевает их нацию и при этом, конечно же, гнобит собственный народ. Опять-таки мама предъявила бывшему хозяину, дяде Миша, то, что он оставил собаку. Самвел, конечно же, здесь парировал и ответил маме, что пусть вспомнит, как она вообще в тупую завезла собаку. И здесь маму начала крыть. Она ему предъявила двуличие, что он не рассказывает всей правды. И тут же опять-таки говорит, скажи мне правду, где Коля берет деньги? То есть все ее настолько накрыла тема покупки Колиного жилья, что она бедная, наверное, две ночи как минимум не спала. И вот здесь возник вопрос, наверное, маму серьезно душит жаба. Ну вот представьте, где Коля, а где Эдик? Коля квартирку покупает, а Эдик дом купил, недострой, в который еще вкладывать и вкладывать необходимо. И опять-таки вот я смотрю, как мама волнуется за Эдикой. Хочется сказать, мама, почему вы сидите до сих пор на планетной? Вам уже необходимо находиться у Эдика и четко все, конечно же, контролировать. Но нет, мама ждет, наверное, когда Самвелка ее отвезет. Вот. Далее, да, ребята, возникает у меня вопрос. Посмотрела, да, на маму, как она умеет всех и вся засрать? Вот просто оскорбить, засрать, унизить. И при этом мне хочется сказать, мама, вы готовы давать характеристики всем. Почему бы не дать характеристики собственной семье? Невестке, сыновьям, зятю, дочке, внучкам. В чем проблема? Почему они остались до сих пор без характеристики? Давайте их засрем. Причем публично. Почему бы и нет? Но если вы такой борец за справедливость, возникает вот такое ощущение, что мама видит всех и вся, но только свою соринку в глазу никогда не замечает. Ну, а дальше пошел, конечно же, Самвел, когда начал рассказывать, что Света Муму, гульна сонная муха. И вот здесь мне хотелось точно так же у Самвела спросить, Самвел, а кто из твоих племянниц Муму и кто из твоих племянниц сонная муха? Ну, например, Ирыных дочерей. Интересно было бы послушать. Ну, и эпоге этого всего, когда мама сказала ей уже, понимаете, ее накрыли доходы, эти, как хотела сказать, Коли. И она сказала, выключи камеру, у меня к тебе есть вопросы. Вы представляете, какой он вообще маме задал тонус на всю оставшуюся ночь? И действительно, так можно и до сердечного приступа человека довести. Ну, ребят, на сегодня я все сказала, что хотела, продолжение следует. Пока, до новых встреч!